Ауду биллахи минал шайтан юраджим, бисмиллахи рахмани рахим, ва бихин астаин, ва хваххейру наасрин ва муин. Вассалату ассаламу аля ассайдил анбия и ва ламурсалин, ва аля алихи аттайбин, аттахирин, аля маасумин, ва ла анатудда имату, ва ла адаихи маджмаин, и ла акияуми яуми ддин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем наше занятие, посвященное вопросам идеологии. И с сегодняшнего дня мы начнем разбор атрибутов, самостных атрибутов каждого в отдельности. Мы говорили ранее о самостных атрибутах, но говорили о особенностях, которые касаются всех самостных атрибутов. И с сегодняшнего занятия мы начнем рассмотрение самостных атрибутов в отдельности. И прежде чем приступить, я укажу на один очень важный момент, который мы упоминали ранее, но повторить, я думаю, лишнего не будет. Дело в том, что самостных атрибутов огромное множество. И даже более того, их безграничное множество. Почему? Потому что мы говорили о том, что самостные атрибуты — это атрибуты совершенства. Атрибуты кемалия, то есть являются качествами совершенства, являются качествами бытия. И как следствие, у Бога безграничное количество подобных самостных атрибутов. Почему? Потому что совершенство Бога безграничное. Бог является абсолютным совершенством, не имеющим никаких недостатков. То есть Бог является безграничным совершенством. И как же можно ограничить безграничное совершенство наличием какого-то определенного, не безграничного, а определенного ряда самостных, то есть качеств совершенства самостных атрибутов, которые являются атрибутами совершенства. Конечно же, это невозможно. Абсолютное совершенство не может иметь определенное ограниченное количество самостных атрибутов. Но мы, конечно же, не имеем возможности разобрать все эти атрибуты, не имеем ни времени, ни возможностей, ни знаний. Поэтому коснемся только тех атрибутов, которые являются наиважнейшими для нас и необходимыми для нашего рассмотрения и исследования, для нашего изучения. И порой коснемся тех самостных атрибутов, относительно которых имеются определенные разногласия среди, в частности, мусульманских ученых. Итак, первый атрибут, который мы разберем, так как в изучении атрибутов, так как все эти атрибуты являются именами на самом деле одной единой сущности, на самом деле являются всего лишь именами и едины в реальной действительности, то все эти атрибуты, конечно же, так или иначе связаны между собой. Но изучение некоторых атрибутов облегчает изучение некоторых других атрибутов. То есть если мы, например, изучим сначала атрибут могущества, то изучение других атрибутов, таких как, например, воля, будет намного легче, чем если бы мы сначала изучили атрибут воли, а потом приступили бы к изучению атрибута могущества. Поэтому мы начнем с атрибута могущества. Итак, в первую очередь, что означает могущество? Что мы подразумеваем под словом могущество? Ученые, мыслители, исламские философы дали этому понятию ясное и четкое недвусмысленное определение. Дали ясное и четкое определение, дабы мы легко могли усвоить значение этого слова. Поле сознательно могли бы усвоить это понятие. Итак, могущество означает, что тот, кто обладает этим атрибутом, этим качеством, если пожелает, может совершить что-либо, а если не пожелает, не захочет, то может не совершать. То здесь очень важную и ключевую роль играет наличие желания. Наличие желания и, как следствие этого желания, возможность осуществить это свое желание. То есть, если захочет, то может совершить, а если не захочет, то может и не совершать. Здесь мы подчеркнем ряд очень важных особенностей, протекающих из этого определения. То есть, ряд следствий, которые являются необходимыми в следствии этого определения. Итак, в первую очередь, из этого определения мы понимаем, так как наличие желания в определении, то понимаем, что речь идет о причине, которая является добровольной причиной. То есть, причинность ее является добровольной. Чтобы понять, о чем идет речь, давайте рассмотрим причины, виды причин. Имеется два вида причин. И логика об этом говорит, и наш опыт изучения действительности, изучения окружающего, также помогает нам осознать эту действительность, эту истину. Мы видим, что причины бывают двух видов. Причины добровольные и причины вынужденные, безвольные. Например, человек. Человек, кажется нам, мы видим в нем добровольную причину. Мы видим, что он, если хочет что-либо сделать, то делает, а если не хочет чего-либо делать, то не делает. Это всего лишь, конечно же, пример. Возможно, мы сможем оспорить это утверждение, но в любом случае это пример для того, чтобы вы могли себе представить добровольную причину и вынужденную причину. Например, человек. Человек в нашем представлении является полностью добровольным. Он, если хочет, идет, если хочет, стоит, если хочет, говорит, если хочет, молчит, и так далее, и тому подобное. Мы видим здесь наличие воли. Если есть воля, то он является причиной. Я говорю, что можно оспорить этот пример, потому что мы ранее говорили о том, что на самом деле человек не является причиной. Именно поэтому мы немножко подчеркнули этот важный момент, что, возможно, этот пример может быть оспорен нами, потому что человек, да и вообще никто, кроме Бога, причиной истины, на самом деле, начальной причиной ничего не является. И все является всего лишь условием, в том числе и желанием человека. Да, человек обладает свободой воли, но причиной он не является. Человек что-либо пожелает. Это желание является условием того, чтобы Бог совершил то или иное действие, чтобы Бог даровал то или иное вещь бытие или изменил то или иное вещь. Таким образом, человек является добровольной причиной. Но пример вынужденной, безвольной причиной, например, огонь. Огонь тоже является причиной в какой-то мере. То есть в качестве примера опять-таки приводим, потому что причинность всего этого, как мы уже сказали, можно оспорить. Огонь. Представим себе, что огонь является причиной. Обладает ли огонь свободой воли? Добровольно ли огонь дает тепло? И добровольно ли огонь дает жар? И добровольно ли огонь сжигает что-либо? Ни в коем случае. Даже мы со своим поверхностным пониманием вещей не можем и прекрасно понимаем, что огонь – это безвольная. Если причина, то безвольная причина. Таким образом, причины бывают двух видов. Могут быть теоретически двух видов – безвольные и добровольные, обладающие свободой воли. И эта свобода воли, и эта воля играют роль в их причинности. И те, которые или же не обладают свободой воли, или же в их причинности эта свобода воли никакой роли не играет. И это определение могущества говорит о том, что могущественны – это добровольная причина. Это тот, кто по своему выбору и желанию совершает то или иное действие или же не совершает то или иное действие. Это первая точка и первый важный момент, который протекает из этого определения могущества. Вторая важная точка заключается в том, что согласно этому определению могущественны обладает могуществом и до совершения действия, и после совершения действия. Что это означает? Это означает, что от совершения этого действия никаких изменений в могущественном не происходит. То есть могущественны является могущественным вне зависимости от того, совершил ли это действие или не совершил. Совершил ли то или иное действие или не совершил. То есть от совершения или же не совершения действия его могущество ни в коем мере не страдает. Он также является могущественным, также остается могущественным. Это второй важный момент, который необходимо иметь в виду. И третья очень важная особенность могущественного, согласно этому определению могущества, это то, что могущественный не вынужден что-либо делать. То есть, обратите внимание, если могущественный существует, то не обязательно, чтобы он что-либо совершал. То есть это определение и наличие у него могущества не свидетельствует и не доказывает нам, что он что-либо совершает, что он что-либо делает. То есть наличие могущества не является доказательством. Действие. И действие не является непременным следствием могущества. Могущество – нечто большее, чем наличие действия, чем совершение какого-либо действия или несовершение какого-либо действия. То есть могущество намного выше. Это в третьих и четвертых. Последнее. Могущество означает, так как мы говорили ранее, что могущественный – это тот, кто может покинуть действие. То есть он может и не совершать действие. Так вот, он не просто может не совершать действие, он даже более того может прекратить действие во время его совершения. Он не является вынужденным, он доброволен. Он по своей воле совершает то или иное действие, а как следствие посередине, в процессе действия он может покинуть, даже не завершив его. Теоретически, логически это возможно. Например, человек. Человек, который решил направиться в какую-либо точку, переместиться в какую-либо точку. И он шагает в сторону этой точки и посередине пути, передумывает, останавливается и не двигается дальше. Дальше. То есть могущество означает, что могущественный не только может не совершать действие, но и может покинуть его в процессе этого действия, в процессе совершения этого действия. Это важнейшие особенности, которые мы можем подчеркнуть из определения могущества. То есть могущество, мы сказали, это то, когда могущественный, когда тот или иной, когда кто-либо совершает, если захочет действие, и не совершает действие, если не захочет. Итак, это определение мы ознакомили с определением могущества. И дальнейшее обсуждение данного атрибута, в частности, доказательство наличия у Бога этого атрибута, мы обсудим на следующем занятии. На этом я с вами прощаюсь. Вассалам алейкум. Варахматуллахи. Продолжение следует...